Музыка Знаете, я думал, что только у нас в церкви мало времени, у вас тоже как-то всегда мало времени. Но я всё-таки хочу одно местописание, не по теме, буквально сделаю такое небольшое вступление, но это то, о чём, когда все эти ситуации начались, я об этом говорил. Потому что, знаете, до этого как-то не было необходимости и даже не думал, что нужно о подобных вещах говорить в церкви. Я пришёл к Богу, когда у нас в стране был мир, когда всё было хорошо. У нас даже богословие было другое. И сегодня с этими ситуациями что-то меняется. Нужно как верующим думать о нашей позиции. Я приехал в город Славутич в 88-м году. Это как раз после, это даже ещё не был Славутич, это как раз после Чернобыльской аварии. И когда уже пришёл к Богу, началась церковь, Бог дал слово для нашего города, книга пророка Иеремии, 29-я глава, с 8-го стиха, да? Ну да. Нет, с 7-го стиха и ниже. И это местописание, оно у нас было, оно у нас было на стяге написано. И, ну, очень хорошее слово. Но когда пришли эти ситуации, и я молился, потому что, особенно когда после Майдана пошёл Крым, за Крымом восток, юг, и разговоры между людьми, их позиции, вы знаете, я молился, и Бог это же местописание открыл немного по-другому. Иеремии, 29-я глава, только не с 7-го стиха, а с 4-го. Я прочитаю, много комментариев не будет, это чисто вступление такое. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилеву, всем племенам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон, стройте домы и живите в них, разводите сады и ешьте плоды их, берите жён и рожайте сыновей и дочерей». «И сыновьям своим берите жён и дочерей своих, отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей. И размножайтесь там, не умаляйтесь, и заботитесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». У нас было это местописание начиная с 7-го стиха. «И заботитесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь о нем Господом, потому что при благосостоянии его и вам будет мир. Потому что город Славутич, туда все люди переселены были. Там не было новых жителей, то есть не было коренных жителей, потому что город, он появился, начал строиться в 87-м году, и в 88-м году стал заселяться. Все туда были переселены. И как раз это слово как бы для нашего города, потому что все переселены. Но с этой ситуацией, когда Бог открыл с 4 стиха, говорит, да, говорит Господь, Бог Израиле всем племенам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон. Евреев, земля, родина, территория, это Израиль. Бог говорит, я вас переселил в Вавилон. В Вавилоне что евреи? Какая у них позиция была? В каком они положении были? В рабстве. 70 лет рабства. Но даже невзирая на то, что они находились в Вавилоне в рабстве, им Бог говорит, стройте домы и живите в них, и разводите сады и ешьте плоды их, берите жен, и рожайте сыновей, и дочерей, и сыновьям берите жен, и дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, и размножайтесь там, и не умаляйтесь. Заметьте позицию. Я просто хочу, чтобы мы обратили внимание, я знаю, что вы все взрослые, я понимаю просто, что у вас разумная позиция, но хочу, чтобы мы обратили внимание, что израильский народ знал, что они в рабстве будут 70 лет. Бог мог бы сказать, теперь будьте здесь среди вавилонского народа как контрабандисты, будьте как террористы, будьте как негодяи, подрывайте их экономику, делайте все плохо, нагадьте где только можно, подрывайте политику, вы же в рабстве. Ну а что он говорит? Да, это рабство. Вы сюда добровольно не пришли, но вы строите дома, садите виноградники, отдавайте дочерей своих замуж, берите сыновьям, жен, пусть рожают детей, и заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас. Вам 70 лет здесь жить. Молитесь, заботитесь о благосостоянии города, молитесь о нем Господу, потому что при его благосостоянии и вам будет мир. Дорогие мои, возможно здесь кто-то есть, кто думает, что он временно. Потому что так много людей жило в нашей стране, особенно в нашем городе, почти 70% населения это люди, переехавшие с России. После Чернобыльской аварии, почти со всех российских, атомных, даже больше, чем с украинских, люди были переселены на восстановление Чернобыльской станции. Поэтому очень много было переселено. И мы жили друг с другом, друг с другом рядом, и никогда даже никто не думал ни о чем. Братья, сестры, у нас русскоговорящий город, я родом из Одессы, тоже всегда говорю по-русски. И даже когда я пробую разговаривать украинский, меня жена забороняет. Я наголос не там ставлю завжди, на деяких словах. Поэтому я разговариваю по-русски. Мне проще. Взагалі думаю, что перейду на украинский, когда-нибудь. Доброе. Я люблю разговаривать щиро украинской умовы. Так вот, мы жили рядом. И в какой-то момент, когда начались эти заварушки, вы знаете, так много людей, с которыми я рядом жил, которые были друзьями, они вдруг говорят, мы вообще хотим в Советский Союз. Мы вообще хотели бы просто, чтобы здесь была Россия. Вот, чтобы мы стали частью России. И я увидел, вы знаете, что даже если кто-то и хотел бы в Россию, даже если кто-то и хотел, чтобы Советский Союз вернулся, то Священное Писание говорит, даже если ты и в рабстве, то все равно заботься о благосостоянии города. Молись о нем Господу. Потому что если там будет хорошо, то и тебе будет мир. Если ты вдруг, когда надумаешь, собирайся и езжай. Но пока ты здесь живешь, заботься о благосостоянии города, заботься о благосостоянии страны и молись о нем Господу, потому что при его благосостоянии и тебе будет мир. Это мое такое послание. Собираетесь ли вы здесь жить долго? Или вы собираетесь в какой-то момент оставить эту страну и уехать куда-то? Я не говорю Россия, может быть кто-то в Америку, может быть еще кто-то куда-то. Но до тех пор, пока вы здесь живете, по Божьему плану, Божье Слово, Божья воля, Божье повеление, пока ты здесь живешь, молись и заботься. Заботься и молись. Не подрывайте никакой ни экономики, ни мирного устоя этой страны и этого города, но заботьтесь, благословляйте, чтобы и вам был мир. Поэтому, дорогие мои, я знаю, очень короткое послание, но теперь мы все вместе и мы знаем, что мы должны работать, служить и трудиться, конечно, на Царство Божье. Но пока мы живем здесь, в Украине, мы заботимся об этой стране. Поэтому слава Господу, я рад вас всех видеть, дуже приемно вас всех бачить, нехай Господь нас всех рясно благословить и переходим до Слова Божьего. Ах, кстати, да. Если кто-то еще со мной не знаком, то я хочу сказать, что я вообще люблю очень хвалиться. И хвалюсь я двумя вещами обычно. Господом и своей семьей. Сегодня я со своей женой. Несколько раз я здесь был без жены, но сегодня я здесь со своей женой. Кто не знает, хочу сказать, что у меня очень хорошая жена. У нас есть четыре сына и у нас есть четверо внуков. И в следующем году я ухожу на пенсию. И буду пенсионер-миссионер. Вот так. Так что слава Господу. Давайте аплодисменты моей жене и нашей семье. Благодарю. Очень, конечно, благодарю пастора Владимира и его жену за то, что мы здесь. Анжела. Да, да. А то я думал, что ты подумал, что я забыл. Как я могу забыть? Огромное спасибо, что я сегодня здесь. Здесь на самом деле это честь и привилегия. Я своей жене сказал, ну как тебе звук? Я знаю, что здесь все совершенно, и вы все совершенные, и пастор у вас совершенный, но звук вообще просто, вызвучка, пение. Я восхищаюсь. Я бы просто, если можно, у меня в воскресенье служение проходит, у вас в субботу, наверное, по субботам буду приезжать на прославление. Кстати, планирую тоже вот в следующую субботу у вас быть. Вы знаете, я вот по Писанию так бы мог бы сказать, как предтеча Иоанн. Да, я разговаривал с пастором Владимиром, у нас, у меня в Славутиче, в нашей церкви будет проповедовать пастор Александр Беляк из Полтавы. И я с пастором Владимиром поговорил, говорю, он будет у меня, может быть, мы вечером сядем, приедем к тебе. Он говорит, ну, вообще можно. Поэтому я только лишь начинаю и готовлю путь старшему. Да. Вот так. Так что передайте другим, кого сегодня нет, да, те, кто в отпуске, не вызывайте их, да, если они где-то вдруг за границей. Да, вообще, у кого есть возможность, приходите, будет хороший пастор служить из Полтавы. Конечно, я знаю, что никому не сравнится с вашим пастором, потому что он лучший, да, но мы тоже неплохие, мне говорят, что я тоже хороший у меня дома. Я не знаю, еще похвалиться или проповедовать уже. Итак, опять же скажу, что, зная вашего пастора, зная, потому что мы вместе учились, зная то, сколько он читает, сколько он молится, слушая его проповеди. И даже когда ехал, и думаю, ну, что-то особенно новое для вас сказать, да, ну, сложно. Как апостол Петр сказал, я просто напоминанием возбуждаю в вас добрый смысл. Поэтому я думаю, что слово, которое я буду говорить, возможно, оно и не ново. Но каждый раз, когда мы слушаем Слово Божие, Бог делает свою работу, правда? Вкладывает каждому, кому что нужно. Особенно в сегодняшнее время Бог накрывает трапезу ввиду врагов наших. Мы доверяемся Ему, и мы храним и свои сердца, и свои дома, и страну в мире. Итак, тема называется «Он тебе сказал, следуй за мной». Матфея 4 глава с 18 по 22 стих, сдается так. «И проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. И они тот час, оставив сети, последовали за ним». Следующее местописание Луки 5 глава с 27 по 28 стих. Луки 5, 27, 28. Здесь сказано так. «После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, следуй за мною. И он, оставив все, встал и последовал за ним». Вы знаете, читая эти местописания, мы можем видеть, ну, прежде всего, когда мы смотрим на молодых людей или на людей, которых Иисус призвал, мы также с вами знаем, что здесь никого в зале нет случайно, пришедшего сюда. Даже если кто-то думает, я на евангелизации покаялся, я по телевизору что-то смотрел, меня кто-то просто привел, меня просто кто-то взял за руку и привел. Вы знаете, я хочу сказать, что все равно, как много людей берут за руку и приводят, они побыли на одном служении, на двух, на трех, на пяти, и потом они уходят. После евангелизации, на евангелизации каяется много, в церковь не попадают, по-разному. Но те, которые сегодня здесь сидят, он лично вас пригласил, сказал, следуй за мной, и вы откликнулись, и вы сегодня здесь. Но давайте мы посмотрим на этих ребят, которых Иисус пригласил. Петр, Иоанн, Иаков, Андрей, брат Петра, Матфей. Кто были эти люди? Если мы возьмем Петр и Андрей, Иоанн и Иаков, они были рыбаками. Вы знаете, я, кажется, с прошлого года тоже стал рыбаком. Меня как-то пригласили на рыбалку, старые такие, уже битые рыбаки, и я поехал, и за один раз килограмм пять наловил карасей. И потом мне так стало интересно, мы рыбу речковую и озерную не едим, едим морскую, я эту ловлю, сам процесс интересен. И потом раздаем. И раздавал везде, где только можно было, родственникам давали, соседям, и мне понравилось больше соседям давать. моим рыбу, а не нам мед. Да, бартер такой. Но в этом году я еще не был на рыбалке. Но хочу сказать, что когда мы говорим о том, что они были рыбаками, у меня складывалось когда-то мнение или впечатление, что Петр, рыбак, типа взял удочку или спиннинг и пошел на рыбалку. То есть не я, а апостол Петр. Да, но на самом деле они были рыбаками, это был их бизнес. Они занимались по-взрослому этим. И их задача была наловить рыбы, продать. Через это они получали средства к существованию. И не только, чтобы поесть. У них была цель наловить больше, чтобы продать, чтобы заплатить налоги, чтобы что-то приобрести. И обычно люди говорят, возможно, деньги на то, чтобы сеять и подлатать, там лодку подремонтировать. А у нас есть бабушка где-то в церкви где-то за 80 лет. Да, и когда там по краям кричали, что сети отремонтировать, то есть подлатать, лодку отремонтировать, она говорит, новую лодку купить. Потому что мы что-то всегда привыкли что-то латать. Знаете, какие-то ладки ставить, что-то ремонтировать. Новую лодку нужно купить. Да, так вот они так и работали. Матфей, он собирал подати, налог и, наверное, собирал так, чтобы осталось еще. По-всякому собирал, даже чтобы жить не хуже, чем рыбаки. И какая у них была перспектива? Возможно, кто-то говорит, да никакой перспективы, ну что же никакой? Рыбаки, рыба есть, пока не закончилась рыба, люди идут, торгуют, у Матфея есть возможность собирать налог. Но в то же самое время, как и у каждого из нас перспектива. Вы думаете, утром встал, пошел на работу, ну что у меня? Это где-то в Европе, кстати, то, куда мы планируем идти. Это там на пенсию уходят и потом перестают работать и ездят, путешествуют, на мир смотрят. Мы еще пока не там, кто-то думает, мне бы на пенсию. Да, и что? На дачу. На дачу и пороться буду там. Ну же, что с этой пенсией? Да, картошки нужно насажать. Ладно, не стану я о том говорить, что на самом деле выгоднее купить, чем столько времени проводить на огородах. В позе зю стоять, тратить деньги на дорогу. И у большинства людей на даче еще сезон копать не начался, а уже все съелы. Потому что по чуть-чуть вырываем, да, и ничего не остается. Некоторые же делают очень хорошо, они собирают все, быстренько первая клубничка пошла, мы раз-раз вареницы сделали, закатали, компотик сварили, пока все наготовили, свежей так и не поели. Да, потому что мы думаем о зиме, когда зима будет. Я вам хочу сказать, потом так же с черешней, ну совсем. И вы знаете, у моей сестры, она под Одессой живет, я приезжаю, у нее банки подписанные. 2004 год. Они еще то не съели, а уже ж новое пришло. Я говорю, ты хоть определяйся, ну смотри, стоя долго, что-то уже нужно выбросить, а чем-то уже кого-то и благословлять надо. Да, и вот так мы живем, это у нас привычка такая, вот так нас научили. Поэтому мы его в баню идти, дачи, кушайте и ходите на служение, не пропускайте, и все будет хорошо. Так вот эти ребята, они так жили. И они думали, какое у нас будущее. Но когда туда пришел Иисус, Он посмотрел на них, не как просто на какое-то живое существо, а Он посмотрел на них через время вперед и увидел, о, это великий Петр, великий Иоанн, Иаков. Да они повлияют на свое поколение, да не только на свое поколение, они на многие поколения будут влиять, и сегодня эти апостолы продолжают влиять на нас. Потому что Бог глянул на них. Потому что как для Петра и Андрея, Иоанна и Иакова, для Матфея, для Ирины, для Ивана, для Андрея и Николая, у Бога есть свой план. И нам кажется, ну, какой план у Бога может быть для меня? На самом деле, большие планы у Бога для нас. Если мы даже думаем, ну, хорошо, он тогда призвал Петр и Иоанн, то есть Петр и Андрей оставили свои лодки, Матфей оставил таможню и ушел, а нам что? Не обязательно все оставлять. Мы видим, что там было и 70 учеников, там было и 120, там было и 500, да, всего 12 ходило за ним. Но о тех тоже говорится, просто не знали поименно. Возможно, кто-то из вас, как один из 12, на полном служении, призван и откликнулся, Иисус сказал, следуй за мной. И послушайте, когда мы откликнулись на Его призыв и последовали за Ним, Божья картина рисуется для нас, такая, о которой мы не могли представить ее без Бога. Потому что мы не знали, или даже планы Божьи, они были для нас, но мы не знали, мы не жили в этих планах. Но когда мы пришли к Богу, открывается очень большая перспектива. И знаете, обычно принято говорить о перспективе преуспевания, теперь ты будешь крутой, теперь у тебя и машина будет, теперь у тебя и дом будет, или еще что-то. Но на самом деле, вы знаете, что очень важно, чтобы мы были богаты в Боге, в Боге богатейте. Чтобы мы были богаты на всякое доброе дело. Потому что, когда мы в Боге, на многие вещи, мы смотрим совершенно по-другому. Возможно, кто-то думает, а ладно, вот для этого брата, для той сестры, у них еще сколько жизней впереди, а я? А Евангелие от Луки 2 глава, с 36 по 38 стих. Тут была, также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидающим избавления в Иерусалиме. Теперь представьте, кто-то говорит, да, я уже на пенсии, я пенсионер, пенсионерка. Возраст такой, что я, насколько я могу быть полезным для Господа? Это женщина, не стану много рассказывать, потому что времени мало, просто о ней фильм можно поставить, такой, знаете, хороший. от девства своего с мужем прожила всего 7 лет. На сегодня ей уже 84. Замуж она не выходила. Она не отходила от храма постом и молитвою. Она также была предтечей, готовила путь к Господу. Она молилась. И когда она пришла, когда Симеон благословлял Иисуса, она радовалась, торжествовала. Вот, смотрите, вот Господь, вот Господне спасение постом и молитвой. Кто-то думает, ну, не могу на миссионерское поле поехать, уже возраст не тот, ну, не могу там еще что-то. Было бы это ваше здание всегда, можно было бы не отходить от храма, а постом и молитвой просто пребывать в Господе. А так, в крайнем случае, все, что вы можете делать, да, это также пост и молитва. Пост и молитва. Вот служение. И следующее, что Анна еще делала, она еще потом рассказывала всем. Когда вы выходите к подъезду, там есть лавочки, там бабушки, старушки, и разговаривают обо всем. И у вас есть хорошая возможность тоже с ними поговорить о Господе. Итак, идем мы дальше, чтобы чуть-чуть быстрее. никто из нас не знает сам по себе своего будущего. Мы можем планировать, мы можем мечтать, мы можем писать какие-то проекты на свою жизнь, но Бог знает. Но Бог знает. И Он сказал, следуй за Мной. И когда ребята последовали за Ним, то мы сегодня читаем их письма. Они когда-то написали, и они на сегодняшний день актуальны. Когда-то они проговорили, и мы сегодня учимся. И мы сегодня наизусть запоминаем их тексты, их речи, которые они говорили. И их слова, их поведение, их жизнь влияет на нас. Так как тогда, когда Иисус ходил, Он влиял на всех, так же сегодня это влияет на нас. И когда мы следуем за Ним, перспектива для нас великая, как и для них. Смотрите, не Евангелие, а 1 Петра, 2 глава, 21 стих. Я не буду мне долго искать. У кого-то проще Библию открыть? 1 Петра, 2 глава, 21 стих. Ну, в общем, то, что нам дано не только веровать во Христа, вы запишите, и потом посмотрите, но и вместе с Ним страдать. И очень важно, чтобы мы осознали с вами, и я думаю, что это части такие Евангелия или следования за Христом, в преследовании за Христом две вещи с нами происходят. Это страдания и слава Божья. Всегда страдания и слава Божья. Кто-то говорит, как так, какие страдания, мы к Христу пришли, и теперь говорили же, что теперь все будет шоколад. Может быть, вы читали или слышали, что украинцы такие крутые, что им шоколадные конфеты сам президент робе. Вот так, вот такие мы. Так вот, кто-то думает, пришел к Христу и все будет на мази. Но на самом деле апостол Павел говорит, что злой день придет, чтобы вы были готовы. И всегда есть злой день. Пастор, ты приехал со словучище запугивать нас? Нет, просто приехал сказать вам слово. Апостол Павел об этом говорит. Поэтому, дорогие мои, есть страдания и есть слава. Если сказать о страданиях очень коротко, только скажу, это не та тема, но все-таки, чтобы мы различали, потому что некоторые, они считают, что то, что происходит на Востоке, мы должны любить врагов. Нельзя вооружаться. Что вы делаете? Особенно с Россией нам советуют любить, благословлять, благотворить. Хотят они, вот, были голодные, разграбили метро. надо было просто помочь оказать милость. Но послушайте, первое, мы всегда встречаемся с трудностями в нашей жизни. С гонениями мы встречаемся. С проблемами мы встречаемся. И нужно уметь различать проблемы, которые мы принимаем и проблемы, против которых мы восстаем. Когда приходит болезнь, мы же не говорим «добро пожаловать, болезнь!» Когда проблемы в семье, когда недостатки, когда долги, когда в городе проблемы, когда в стране проблемы, мы же не говорим «добро пожаловать!» Мы молимся, потому что мы воины света, наша брань не против крови и плоти, и мы восстаем против этого, мы восстаем против болезни. Если кто-то не восстает в молитве против болезни, то тут же в больничку. Правда, мы же все равно не принимаем это. И это нормально. Есть другие гонения, которые мы с терпением, со смирением должны переносить, когда мы страдаем за Христа. Когда мы страдаем за Христа. Когда тебя унижают, когда на работе, например, нет продвижения, когда высмеивают тебя. Тебе не нужно как христианину, да я сейчас разберусь с тобой. Нет, вот здесь как раз таки мы следуем за Христом. Он сказал, если со мной зеленеющим деревом, смотрите, что делают, то как будут поступать с вами? Поэтому есть разница, когда мы страдаем за Христа, мы со смирением это переносим. И велика наша награда. Но когда приходит атака, когда приходит болезнь, когда приходит неустройство, когда какие-то другие проблемы, мы против этого выступаем. Мы становимся в проломе за нашу землю. Это не то, где мы должны смиряться. Это то, где мы должны подняться. А то, что касается славы, это другая сторона. Иисус сказал, следуй за мной. И они пошли за ним. Один Иоанн умер своей смертью. Но великая слава и награда от Господа была для них. Вы знаете, следующее место Писания Иисус сказал, следуй за мной. Но куда ведут следы Христа? Это то, что Иисус говорит, следуй за мной. И мы уже просматриваем, когда мы следуем за ним, когда мы откликнулись на его призыв, отозвались на его призыв. Мы должны... Сегодня мы физически его не видим. Но из Священного Писания мы должны увидеть его следы, куда он идет. Первое, куда следы его ведут, это то, что он говорит, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Чем занимается Иисус? Он все еще создает свою церковь. У нашего Иисуса, у нашего Спасителя или у нашего старшего брата профессия такая – спасать людей. Он Спаситель. Он Спаситель. Поэтому настолько важно, чтобы мы осознали, что церковь на сегодняшний день, она подобна ковчегу Ноеву. Ной строил ковчег и говорил о том, чтобы вы потом над ним смеялись, но у всех была возможность получить спасение. Кто мог спастись? Всякой твари по паре. Если вдруг ты, тварь, пришла одна сегодня, без пары, все равно есть возможность спастись. Поэтому каждый может. Потому что Иисус все еще продолжает строить свою церковь. Он продолжает созидать свою церковь. И Он сказал, что врата ада не одолеют ее. Послушайте. Нам важно рассмотреть, куда же ведут эти следы. И когда мы идем, следуем за Ним, то прежде всего, когда Он позвал нас, следуй за мной, прежде всего, куда мы с вами попадем? В церковь. В церковь. В Дом Божий. Мы попадем в Дом Божий, но в то же самое время, и мы говорим и церковь, и мы сами становимся частью церкви. И Он созидает эту церковь. В первом послании Петра, вторая глава, пятым стихом, сказано, что «И вы сами, как камни живые, устрояйте из себя Храм Господень». Или Дом Господень. Поэтому настолько важно, и вы знаете, что я молюсь, и я хочу, я верю, я знаю, что это утопия, когда люди говорят, что все люди покаются. Я хотел бы, чтобы все, и я молюсь, чтобы все, и я молюсь, чтобы чем побольше людей ходило в любую церковь, но чтобы они ходили в церковь, чтобы они ходили на богослужение, чтобы чем побольше людей были в церкви. Знаете, очень важно, чтобы каждый из нас узнал свое предназначение. Мы приходим в церковь. Первые шаги, и когда мы следуем за ним, первые мы попадаем в церковь. Что с собой представляет церковь? Да, это семья, да, это армия, да, это невеста, да, это много образов у церкви, но прежде всего я хочу сказать, что это территория Царства Божьего, и на этой территории это как новое царство. В церкви есть образование, министерство образования, в церкви есть министерство обороны, в церкви есть министерство здравоохранения, в церкви есть министерство культуры, в общем, все министерства, все сферы, которые есть в этом мире, они есть в церкви. Министерство культуры, вот, пожалуйста, тут. Да, искусство, творчество, это все есть, Поэтому, когда мы приходим, и мы должны найти, в каком министерстве я буду работать. Есть, знаете, природные дары, которые Бог вложил в каждого из нас. Кто-то крестиком вышивает, кто-то, подумаешь, еще и варенье варит, а кто-то еще и крестиком вышивает. А у кого-то есть сверхъестественные дары, у кого-то есть то, чего ни у кого нет, кто-то, вы знаете, вот блажение давать, чем получать, это не только заповедь боксера, но и христианина тоже. Да, поэтому кто-то просто, кто-то готов всегда давать. Бог благословляет его, он трудится. И кто-то говорит, а почему вот этого не видно в церкви? Да потому что кто-то другой не может трудиться, не хватает, не заложено столько, чтобы заниматься бизнесом, зарабатывать. Он не может посещать все семинары, но он хорошо поддерживает церковь, служения отдельные. Поэтому очень важно, чтобы мы осознали и нашли себя. Когда мы следуем за ним, мы приходим в церковь, мы приходим в новое государство, в новую страну, в новое царство, государство. И теперь каждый из нас должен найти, где я буду работать, где я буду служить. Просто представьте, здесь же есть и Министерство обороны, группа порядка. Да, здесь есть и автопарк, да, или пастора подвезти, или за гостями съездить. Здесь есть и Жилбуд. Ну, все есть. Разместить гостей. Просто представьте, что это все в церкви есть. Кто-то думает, а где я буду служить? Хотел петь, но уже и так много места на сцене, негде встать. Послушайте, столько работы. Потому что когда Иисус сказал, следуй за мной, у некоторых складывается впечатление, теперь я иду за ним. Теперь я за ним, теперь я молюсь. Теперь я Библию читаю. Но следовать за ним, это значит прийти в церковь. А он созидает свою церковь. И делает ее такой сильной, что врата ада не одолеют ее. Поэтому, дорогие мои, если ты еще ни в каком министерстве, может быть, ты будешь министром. Новое министерство, может быть, нужно начать. Поэтому подумайте, предлагайте пастору, узнавайте у других людей и включайтесь. Я знаю, что я посмотрел при входе, сколько фотографий. Там и лучик света есть, там и чудеса Божьи, которые Бог делает в репцентре. И вы не одиноки. Там столько всего. Столько министерств работает. Но это же еще не все. И я знаю просто, потому что у кого-то есть идея, он думает, ну у нас такого служения нет. Правильно, для этого он и сказал тебе, следуй за мной, чтобы начать другое служение, чтобы начать другое министерство, чтобы учредить его и служить этому миру. Следующее. Куда же ведет Иисус? Куда шаги Иисуса ведут? Матфея 4 глава, 21 стих. Написано, то есть 23 стих написано. И ходил Иисус по всем кинотеатрам, барам, дискотекам, на рыбалку, в гараж. Ходил от дивана до холодильника, думал, чем заняться. Не так там написано? И ходил он по всем городам и селениям, проповедуя Евангелие, исцеляя больных, всех, кого к нему приводили и приносили. Следуй за мной, он говорит. Я пришел, я уже здесь. И я думаю, что в следующее воскресенье или в следующей субботе я опять же здесь буду. И от субботы до субботы. Программа такая была, да, кажется? Пят субботы до субботы. Когда-то. От субботы до субботы. Да, я следую за ним. Но представьте, если от субботы до субботы, вот здесь суббота, и вот здесь аж следующая суббота. Сложно ходить, следовать за ним. А вот когда мы каждый день, он ходил по всем городам и селениям, и всегда маленькими шишками. И мы куда-то идем. И мы следуем за ним. Он проповедовал. Он проповедовал Евангелие. Он молился за других людей. И кто-то думает, как я буду молиться? Мы можем молиться за больных, мы можем загадать на них руки. Как я буду молиться? Я сам болен. Мне бы исцеление. Неужели Бог через меня может кого-то исцелить, если я сам нуждаюсь? Знаете, есть две отличительные черты. Между тобой, как между Детем Божьим, и между неверующим. Дальше наркоман, пьяница, бомж или еще кто-то. Берем любые категории людей, и для них исцеление — это явление Божьей милости и любви. А для детей Божьих исцеление — это акт нашей веры. Поэтому иногда мы не можем получить. Но когда вы свидетельствуете кому-то, неверующим, когда вы молитесь за них, рискуйте. Рискуйте. Когда вы молитесь за них, Бог будет давать им это. Они будут получать. Для того, чтобы засвидетельствовать о славе. Для того, чтобы показать им милость свою. Очень важно проповедь Евангелия. Особенно сегодня, в это время, когда такие трудные времена в стране, кто-то думает, нужен ли кому-то Иисус. Послушайте, потрясающе. В Донецке уже 102 дня стоит палатка. В центре Донецка. Пастор церкви Сергей Косяк, у которого было, когда начиналось все, было в церкви 50 человек. И он организовал этот молитвенный марафон. Он поставил палатку. Сейчас это межконфессиональная палатка. Туда даже донецкие мусульмане приходят. Саид. Он у меня в друзьях. Он имам какой-то. Или как называется? Ну, в общем, типа епископа или архиепископа в христианстве. Да, туда приходят разные люди. То, о чем мы не могли себе, как христиане, представить, чтобы, по крайней мере, 50-ники и баптисты вместе были, я уже не говорю харизматы и баптисты или 50-ники, то сегодня мы просто можем видеть православные, католики, протестанты, ну, разные все вместе собираются. То, к чему мы не могли прийти, слава Богу, спасибо Путину. Теперь мы вместе. Теперь мы славим Бога. Теперь мы вместе молимся. И объединились настолько, что в Крыму, когда начались гонения на христиан, мусульмане предлагали свои мечети для проведения служения для христиан. Послушайте, поэтому сегодня людям нужен Бог. Людям нужен Бог, потому что рассчитывать, ну, не на кого и не на что. Я не хочу, не высмею, не критиковать, потому что на самом деле на армию, ну, прежде всего, я вам хочу сказать, что Писание говорит, проклят всякий человек, надеющийся на человека. Поэтому нам нужен Бог. Во всех ситуациях нам нужен Бог. И мы уповаем на Него. Поэтому мы, люди, можем принести мир, когда среди всей этой паники, среди всего этого ужаса, можно сказать, мы с вами живем в мире, мы его даже не видим еще. Но мы все равно имеем мир, и мы ходатайствуем за мир. Как вы такие спокойные? У меня есть мир от Бога. Поэтому, дорогие мои, Иисус сходил по всем городам и селениям, проповедовал и исцелял, и изгонял бесов, и воскрешал мертвых. И Он сказал, следуй за Мной. Вы знаете, почему мало у нас этого происходит? Потому что мы думаем, что у нас не получится. А у нас и не должно получаться. Это Он сказал, вы возложите руки на больных. И когда-то, еще в начале своей христианской жизни, когда я только первые разы стал в Одессе ходить на служение, там было несколько африканцев, и они молились за больных, возлагали руки. И пресвитер сказал, пресвитер – это человек, у которого есть свитер в пресвитере. И пресвитер сказал, что вы себе позволяете? Вы возлагаете руки на людей, обещаете им исцеление, а если они не исцелятся? Как вы себя будете чувствовать? Вам не будет стыдно? Он говорит, а нам чего должно быть стыдно? Пусть ему будет стыдно. Это же Он сказал, что мы возложим руки на больных, и они будут здоровы. Поэтому, дорогие мои, мы делаем то, что Он делал. Итак, третий шаг, куда Он нас зовет, когда сказал, следуй за мной. У меня на этот третий шаг есть две минуты. Иоанна, 13 глава, 28-29 стих. Это во время вечери. Иисус говорит Иуде, делай то, что должен, или то, что намерен, или то, что задумал. Ученики же подумали. О чем они подумали? Помните? Пастор, не говорите. Кто знает, молчите. Кто не знает, думайте. Ладно, нет времени. Кто знает, скажите. О чем ученики подумали, когда Иисус сказал Иуде, чтобы Он делал то, что запланировал делать? Правильно. Наверное, Он должен был взять деньги и дать нищим. Или что-то купить. Оказывается, что Иисус не только строит церковь. Оказывается, что Иисус не только ходил и проповедовал. Оказывается, что, когда Он сказал, делай то, что ты намерен делать, то ученики думали, Он должен или пойти что-то купить, или немного денег дать нищим. Почему они так подумали? Потому что они так делали уже. Они этим занимались. Они не только наслаждались присутствием Духа Божьего в церкви. Следуй за мной в церковь, и будем строить церковь. Ходи и проповедуй Евангелие, возлагай руки на больных. Но они еще и занимались благотворительностью. Бог создал нас для добрых дел. Бог создал нас для добрых дел. И разве все эти три шага, когда Иисус сказал, следуй за мной, разве это для вас новое? Нет, не новое. Мы знаем, просто, может быть, вы никогда не рассматривали такой последовательности. Может быть, вы не думали, что это такие шаги есть. Но на самом деле, пожалуйста, теперь вы знаете, первый шаг. Мы идем в церковь. Мы или приходим в какое-то министерство, или начинаем какое-то министерство, какую-то организацию, какое-то предприятие. Я не говорю о бизнесе, я не говорю о сборе денег. Я говорю о том, чтобы служить Богу через служение людям. О том, чтобы идти и проповедовать Евангелие. Это мы следуем за ним. Это следующий шаг, когда мы пришли в церковь, здесь нас учат, как это делать. И мы идем и говорим. И следующее, это то, что делай то, что намерен, делай то, что должен. Это или пойди что-то купи, или кому-то помоги. Как же я могу помочь? Вот то, что я сказал. Если у вас есть дача, значит, у вас есть на даче погреб. Залезьте, посмотрите, с какого года у вас есть консервация. Тащите в следующую субботу и давайте кому-то. Пожалуйста, проверьте свой шкаф. Там есть много хороших вещей. Наверняка кто-то поправился, и кольчушка маловато, а отдать-то жалко. Или, может быть, вы просто похудели и думаете, наберу вес. Сейчас жарко. Летом сложно набирать вес. И вещи будут просто там лежать. Отдайте кому-то. Не собирайте недвижимость у себя. Вкладывайте это. Проверьте свой шкаф. Принесите то, что есть. Я думаю, что это есть отдельное министерство, гуманитарное, куда вы можете принести то, что у вас есть. Мужики, в гараже посмотрите, что у вас есть. В общем, наведите порядок. Полезное с приятным. Представляете? Полезное навели порядок, приятное. Кого-то благословили. И это те шаги, которые сказал Иисус делать. Когда мы следуем за Ним, мы попадаем в церковь, и мы становимся ее частью. Послушай, ты не можешь... Я знаю, что мы физически уходим в отпуск, но никогда ты не можешь уходить в отпуск, оставив свое служение. Даже если ты в другом месте. Я когда куда-то уезжал или когда учился, даже было время, когда я учился в Чернигове на водителе, я приезжал, были занятия, и у меня час времени было до занятий. Рядом был православный храм, я заходил туда. Там много идолов, там же вообще все с язычеством связано. Люди идут туда, как на поклонение Господу. Вон и спевал, и я. И я на иных языках пел. Поднимал руки. Самое главное, вы можете там поднимать руки, в карманы не засовывайте. Бабушка из группы порядка, как даст по заднице. Да, а поднимать можно. Да, поэтому не уходите в отпуск от Господа и от церкви. Даже когда вы в отпуске, все равно будьте в Доме Божьем. В любом. Если не физически, то духовно. Не теряйтесь, потому что так много людей, ну не много, некоторые, все-таки отпуск уже закончился, а они так и не появились. Поэтому те, кто едут, у нас начинается сезон отпусков, мы молимся, Боже, как ты их выводишь, так же и верни с миром. Верни их, чтобы они не потерялись нигде. Следующий шаг, я знаю, у вас есть евангелизация, и это недостаточно, когда только евангелизационная группа выходит и евангелизирует. Мы все свидетели. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой и станете мне свидетелями. И следующий шаг, практический, это все практическое, это то, что мы не только берем, не только получаем, не только говорим, Боже, дай, но приходит время, когда я открываю свои глаза, настраиваю свой слух, глазами смотрю, кому чем я могу помочь, слух свой напрягаю, чтобы услышать чьи-то молитвы или подсказку от Господа, как я могу быть полезен в этом доме. Поэтому, дорогие мои, я так рад, что мы знаем Бога. Слава Богу за Бога, потому что, если бы не Бог, то не дай Бог. Я благодарю вас за это время. Я думаю, что что-то вы услышали, но на самом деле не что-то услышали, вы все услышали. Думаю, что-то было полезным. Пусть Бог благословит вас. Боже, пусть это слово, оно утвердится в сердце у каждого человека. Пусть это слово станет живым в нашей жизни и производит свою работу, чтобы мы могли служить Тебе через служение людям. Тебе слава и честь наш Бог. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо вам. Спасибо. Пастор, спасибо. Слава Богу.